Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт низкокалорийных, но безумно вкусных конфет. Когда я выложила фотографию с этими конфетами в соцсетях, это просто взорвало интернет. Меня очень многие просили показать, как я их сделала. И мало того, что они выглядели очень классно, так они еще очень-очень вкусные. Если вы любите конфеты типа Bounty, то этот рецепт 100% для вас. Еще и он низкокалорийный, поэтому не вредит фигуре нашей. Для того, чтобы сделать этот рецепт, нам понадобится совсем немножко ингредиентов. А именно, в первую очередь нам понадобится 40 г кокосовой стружки. Также здесь 60 г обезжиренного сухого молока. Потом тоже понадобится совсем немножко обычного молока. Это тоже молоко с низкой жирностью. И для украшения нам понадобится несколько долек черного шоколада. Выбирайте максимально черный шоколад, потому что он в первую очередь не вредит фигуре, а во-вторых, он также и полезен. И если есть желание, для украшения можно взять еще вот такие вот штучки. Они продаются тоже. По-моему, это чистый сахар окрашенный. Но мы совсем чуть-чуть сугубо для декоративного элемента их будем использовать. Приготовление здесь просто элементарное. Начинаем смешивать ингредиенты. Сначала просто смешиваем для такой однородности, а дальше начинаем добавлять по ложке молока. Приблизительно нужно будет, я так думаю, 2, может быть, максимум 2,5-3 ложки молока. Будем смотреть по текстуре. Главное здесь не перестарайтесь с молоком, потому что если получится очень жидко, то вы не слепите из этого конфетки. И вот уже начинают образовываться такие комки. Это как раз то, что нам нужно. Из этого вскоре мы будем лепить уже конфетки. И уже начинаем дальше месить руками. Получается такое, как бы, тесто, похожее на пластилин. А теперь, когда наш шарик готов, нужно вылепить, собственно, конфетки. Я разделяю на 6 штучек. Ну, то есть, приблизительно сначала разделяю на 2. И потом каждую, каждый этот шарик на 3 части. Очень приблизительно, конечно, можно на весах все сделать, но, знаете, когда хочется конфеток, не до взвешивания там на весах. Приблизительно вполне достаточно. И что я делаю, вот просто руками вот формирую, как ленивый вареник. Вот, скатываю сначала такую колбаску, а потом формирую вот такие вот конфетки. Выглядит вообще это сейчас точно, как ленивые вареники. Ну, вы можете, кстати, делать абсолютно любую форму произвольную. И продолжайте таким же образом, пока все 6 у вас не будут готовы. Теперь, когда конфетки мы вылепили, отправляем их в морозилку где-то на 10, и в это время займемся сейчас шоколадом. Теперь наша задача растопить этот шоколад. Можно его растопить и на водной бане, но, честно говоря, в микроволновке это делать намного проще. Поэтому я сейчас поставлю его буквально там на пару секунд и буду следить, чтобы он не подгорел. Шоколад я растопила. Теперь переходим, собственно, к украшению. Я думаю, я 2 конфетки буду украшать. Украшаем их вот так вот, произвольно. Я в прошлый раз украшала вот так вот, такими как полосочками. В этот раз шоколад у меня чего-то не очень жидкий, поэтому получается не очень красиво, но в то же время, если постараться, то будет достаточно симпатично все равно. Вот такой вариант выглядит красивее, но, честно вам признаюсь, что касается вкуса, то мне нравятся те, которые полностью вывалены в шоколаде, а остальные просто вот так вот обваливаем полностью в шоколад. Со всех сторон обмазываем. И потом осторожно достаем зубочисткой. Проверяем, чтобы со всех сторон было хорошо. И ровненько. И теперь снова убираем это все в морозилку, буквально где-то на 2 минутки, для того, чтобы шоколад застыл. Шоколад застыл, теперь приступаем к украшению конфет. Как я и говорила, можно взять вот такие вот сахарные карандаши и ими немножко тоже украсить. И вуаля, наши супер вкусные конфетки готовы. На все про все ушло, может, минут 15 максимум. Надеюсь, что вы тоже попробуете этот вариант конфеток. Обязательно мне сообщите, насколько вам понравилось или не понравилось, чтобы вы добавили, как бы вы, может, еще придумали что-то сделать с ними. Я пробовала тоже добавлять туда орешки. Честно говоря, они там не очень сочетаются. Вот именно сугубо вот такой вот вкус мне нравится больше всего. Если вы придумаете какую-то альтернативу интересную, обязательно сообщите об этом в комментариях. Выкладывайте свои варианты этих конфет в инстаграм и в соцсети с хэштегом PPBeautyBenefits. Мне безумно приятно всегда смотреть, как у вас получается. И на этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Пока! Сегодня мы с вами поговорим о моих последних фаворитах. В основном я вам приготовила здесь очень много декоративки. Но в конце хочу рассказать еще тоже про один сериал, который я нашла, который меня очень сильно впечатлил. За последнее время это, наверное, самое лучшее, что я смотрела. И еще один приятный бонус. Полностью весь макияж выполнен косметикой из масс-маркета. То есть она очень доступна. Поэтому продолжайте смотреть. Я вам шаг за шагом расскажу, как сделать этот макияж.